Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Это срочные новости для всех криптоинвесторов, ведь BlackRock, похоже, собирается удвоить свою ставку на криптовалюту и собирается запустить спотовый Ethereum ETF. Вот точная форма заявки, и здесь можно увидеть, что это Ethereum Trust от BlackRock. У себя в Телеграме я опубликовал это буквально через несколько минут после того, как об этом стало известно. Но вот почему это интересно, ведь похожую заявку мы видели и для биткоин-траста. И как видишь, разницы между этими заявками вообще нет. Трастовый фонд iShares Ethereum только что был зарегистрирован в штате Делавер. Для сравнения, Trust iShares Bitcoin был зарегистрирован аналогичным образом за 7 дней до подачи заявки на запуск спотового биткоин-ETF в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Вот именно после такой заявки, спустя неделю BlackRock принесла заявку на запуск ETF-а в SEC. И теперь мы видим такую же заявку, только для Ethereum. Похоже, BlackRock не собирается останавливаться после биткоина. И мне почему-то кажется, что не остановится и после эфириума. Как насчет, например, Solana ETF. Не многие понимают это, хотя в этом есть смысл. Я имею в виду, что Ларри Финк выступает на телевидении и говорит, что криптовалюта – это побег в качество. Криптовалюта – это такой побег, что сейчас ты даже забыл, что там, за пределами криптомира, вообще-то, финансовый кризис, долговой кризис, кредитный кризис, чуть ли не третья мировая. Мы слышим от клиентов по всему миру о необходимости криптовалют. Я имею в виду, что я думаю, что это крипторалли выходит за рамки просто слухов. Я думаю, сегодняшнее ралли крипторынка – это бегство к качеству. И я думаю, что все больше людей выбирают бегство к качеству, будь то казначейские облигации, золото или криптовалюты, в зависимости от того, что они думают про эти активы. И я считаю, что криптовалюты будут играть такую же роль в качестве бегства в качество. Ларри Финк говорит крипто, криптовалюты, а не биткоин. Но когда он говорит крипто, он имеет в виду биткоин. Он сам объяснял, что говорит так, потому что не хочет проблем с американскими регуляторами, в частности с комиссией по ценным бумагам и биржам. Кроме этого, судя по всему, ему запрещено говорить биткоин публично из-за того, что у BlackRock открыта заявка на запуск биткоин ETF. Таковы правила. Поэтому, когда Ларри говорит крипто, он имеет в виду биткоин. Но он также говорил раньше и о токенизации, что уже связано с эфириумом, он был увлечен и другими вещами, кроме биткоина в криптовалюте. Недавно мы тоже говорили об этом в этом видео. Если ты его пропустил, ссылку на него оставлю в прикрепленном комментарии. Я считаю, что следующим поколением для рынков, следующим трендом для ценных бумаг будет токенизация ценных бумаг. Не забудь поставить лайк, написать комментарий, опубликовать это видео у себя в социальных сетях. Это очень помогает моему каналу. Например, на прошлом видео мы набрали 2000 лайков всего лишь за 2 часа. Спасибо большое. Итак, судя по сообщению, компания BlackRock может удвоить свои позиции в криптовалюте. И сегодня мы получили еще больше доказательств. BlackRock эфириум ETF подтвержден. Они только что подали заявку 19B4 на NASDAQ. Вот она. В настоящее время крупнейший в мире управляющий активами BlackRock ожидает от комиссии по ценным бумагам и биржам США решение по заявке на создание спотового биткоин ETF. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что вероятность одобрения заявки комиссией до 10 января 2024 года составляет 90%. То есть уже спустя 2 месяца. Почему именно 2 месяца? Это актуальные сроки дедлайнов для принятия решения по той или иной заявке. В октябре все они были отложены. Остается еще несколько штук в ноябре. Но предпоследний третий массовый срок для заявок от всех наступает в период с 14 по 17 января уже следующего года. То есть аналитики Bloomberg дают 90% что это произойдет именно в этот период. Теперь я хочу поговорить о графике эфириума по отношению к биткоину. Мы обсуждали то, как все ожидали тотального краха эфира по отношению к биткоину. И почему все будет наоборот. Что ж, наоборот и произошло. Отскок в 14%. Кто-то мог бы приумножить свои биткоины на 10-14% если бы купил эфир за биткоин. Конечно, затем можно частично фиксироваться и радоваться, что биткоинов стало больше. Я очень рад, что Рауль Паул, один из моих любимых макроаналитиков прошлого цикла, тоже с этим согласен. Подожди, гляну, когда там доставка? Давай послушаем его. Взгляните на этот график эфириума против биткоина. На мой взгляд, это невероятно интересный график, потому что у нас был вот этот клин от минимума цены в 2017 году. Просто нарисуйте линию тренда от этого минимума. Вот это уже очень интересно. Это то, что меня действительно интересует, ведь это массивнейший клин. Да, и мои индикаторы говорят о том, что минимум цены эфира по отношению к биткоину будет на этой или следующей неделе. Поэтому я думаю, что нарратив вокруг эфира сейчас абсолютно неверен. Эфир еще застанет людей врасплох. А теперь посмотри на сравнение поведения цены биткоина и эфириума. Как мы видим, вот здесь биткоин пробил основное сопротивление, а затем достиг следующего. Тебе не кажется, что эфириум идеально повторяет за ним? Посмотри, только что он пробил основное сопротивление, но до второго еще не дошел. Второе сопротивление находится на отметке около 2685 долларов. И если эфир продолжит повторять за биткоином, мы можем достичь или приблизиться к этой отметке. А на закуску я хочу показать тебе просто взрывающий видеоролик про эфириум. Это просто что-то космическое, и я даже сам никогда бы об этом не подумал. Соединенные Штаты Америки, как говорит президент Байден, сталкиваются с историческими геополитическими вызовами, масштабами не меньшими, чем Вторая мировая война. Каждые 6-8 поколений наступает время, когда мир меняется за очень короткое время. И я думаю, то, что произойдет в ближайшие 2-3 года, определит, как будет выглядеть мир на следующие 5 или 6 десятилетий. Это цитата Байдена. И как ни странно, есть одна неочевидная вещь, которая может помочь Америке преодолеть это. И это не танки, не доллар, не беспилотники и ядерное оружие. Это нечто нематериальное, и это называется эфириум. Америка нуждается в партнерстве с эфириумом. А для эфириума тоже нет ничего идеальнее партнерства США. Послушай. Эфириум – это одна из самых больших геополитических возможностей для Америки в этом столетии. Что представляет собой эфир? Он представляет свободные права собственности, свободные рынки, мир с гипердоминированием доллара США, где более 99% стейблкоинов номинированы в долларе США. Что изначально не планировалось, это лишь стало последствием глобального потребительского спроса. Они хотят доллары США. Это спрос на доллары США. И вот эфириум – это новый блестящий способ распространить американскую систему во все уголки мира. И во все более многополярном мире, где у вас есть страны БРИКС, которые пытаются создать новую валюту, а Китай пытается создать альтернативные торговые соглашения, внедрить цифровой юань, эфириум будет весьма кстати. США уже не так сильны, как в 90-е. И это меняющийся мир. И дело в том, что Америка – это маяк экономической свободы в мире. И поэтому эфириум – это естественное партнерство для США. Что ж, звучит логично. Посмотрим, поймут ли это в США. И если поймут, можно только догадываться, что тогда будет с эфириумом. А меня зовут Богатейший Ди, и мы увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok